Я уже рассказывал о том, как купил старую советскую луначарку для Максима, чтобы тот попробовал свои силы в освоении гитар. Сил у него оказалось даже слишком много и через некоторое время он принес мне гитару вот в таком виде. Сначала я расскажу, как мы ее ремонтировали, а кому интересно, как звучит такая гитара, можете сразу перейти к этапу испытаний. Итак, гриф вырван с мясом, точнее с клетцем. Дека в районе клетца отклеилась, днище тоже, но в меньшей степени. Старый клей довольно хрупкий, легко удаляется. С грифом ничего не случилось, он прочный и выдержит прямое попадание ядрёной бомбы. До десятого лада он ровный, потом сгибается в сторону деки, но в этих областях мы играть пока не собираемся. А вот и клетц, который усиливает конструкцию в районе присоединения грифа. Его предстоит вклеить максимально точно на прежнее место. Что я и сделал, намазав его клеем ПВА, мелкие щепки пришлось убрать, импровизированная струбцина из того же гитарного болта, хорошо прижала обечайку к клетцу. Тут я собой доволен. Пока клей не схватился, быстро вклеиваю вырванный кусок деки и совершаю ошибку, которую пришлось исправлять уже после, приобретая печальный опыт. Все, гитара под прессом. На следующий день снимаем пресс. Выглядит все неплохо, за исключением вот этого момента. Хорошо видно несовпадение окружностей. Удивляюсь, как я мог допустить смещение куска деки почти на 2 миллиметра. Снимаю струбцину. Видно, что неправильно приклеенный кусок деки выступает от плоскости клетца на 2 миллиметра. Теперь в него будет упираться пятка грифа. Если выступ оставить, мензура гитара увеличится на 2 миллиметра и строй потеряет точность. Обрезаю выступ. Вот так лучше не делать, это слишком грубо. А вот так, например, гораздо лучше. Все, плоскость клетца готова принять пятку грифа. Соединяем гриф с корпусом-болтом, после чего устанавливаем крайние струны. Гриф занимает устойчивое положение. В чем прелесть гитар с отделяемым грифом? Так это в возможности идеально отстроить положение грифа относительно струн. Глядя на гриф сверху, можно понять, насколько ось грифа отклоняется от направления струны. Исправляем положение грифа небольшим деревянным клинышком, вставляя его между пяткой грифа и клетцем с нужной стороны. Может быть, я ошибаюсь, но правильнее было бы подгонять сами плоскости пятки грифа и клетца, а не вставлять клинья. Тогда контакт был бы по линии, а не по двум точкам, и это повлияло бы, наверное, положительно на сустейн. Но подгонять плоскости сложнее технологически. Кроме того, скорее всего, многие из нас не почувствовали бы разницы. А что вы думаете по этому поводу? Пишите. Далее устанавливаем попарно остальные струны, контролируя положение грифа по всем осям, потому что в процессе натяжения струны оно может меняться. Настраиваем гитару и контролируем точность строя с помощью флажолетов на 12 ладу. В нашем случае не все идеально, но довольно неплохо. Мензура соблюдена. Немного протестируем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok